Продукты дорожают, а зарплаты стоят на месте. В республике продолжается рост цен на продовольственные товары первой необходимости. Премии школьникам выплаты по 10 тысяч рублей из регионального бюджета получат более 500 старшеклассников. Неудачный хайп или оскорбление верующих. Рекламный ролик, в котором демонстративно была сожжена газета «Ассалам», вызвал волну недовольства. Как подобные действия расцениваются по закону и религии? Расскажем через несколько минут. В здоровом теле – здоровый дух. Дагестанские богословы сыграли волейбол за кубок муфтията. Кто вышел победителем, узнаем в спортивном блоке. Более полкилограмма мефедрона изъяли полицейские у наркозбытчика в Махачкале. Сотрудники Кировского отдела полиции задержали двух местных жителей, у которых при личном досмотре было обнаружено более 9 граммов запрещенного вещества. «Купил меф. Мефедрона, потом приняли. Для собственного потребления. Какой вес? Дал 25 тысяч. Там было 9,4 граммов. Предполагаемым сбытчиком оказался 25-летний столичный житель. Он был доставлен в отдел. Во время обысков в его доме полицейские обнаружили более 500 граммов мефедрона». «Ездил по оборуду, вставил, работал с человеком, только по перевеске». В отношении всех троих возбуждены уголовные дела. Распространителю грозит срок до 20 лет лишения свободы. «Мефедрона» 574 школьника из Дагестана получат премии от правительства региона. Речь идет о старшеклассниках. Выплатами в размере 10 тысяч рублей поощрят 568 учащихся, которые стали победителями и призерами Олимпиады первого уровня из перечней ежегодно учреждаемых Минпросвещения и Минобранауки России. В эту категорию входят также призеры и победители региональных этапов Всероссийских Олимпиад. Премии по 5 тысяч рублей получат шестеро ребят. Это победители и призеры форума научной молодежи «Шаг в будущее». Выплаты выделят из бюджета республики. Шум города только утихает, а Хамисат Убрагимова уже начинает свой рабочий день. Она трудится дворником уже больше 25 лет и по-настоящему любит свое дело. Однако не все понимают ценность ее труда. Немало таких, кто смотрит на ее профессию свысока, забывая, что без работы дворников улицы города быстро утратили бы чистоту. Когда стоит машина, если около ее машины подметает, он говорит, дура, вот здесь на машину веник не трогай. Вот дура, дура. Вот такие вещи, когда обзывают, очень обидно бывает. Если что-то скажут, они драться лезут можно, и об куре не бывает, ну ка не бывает. С ними ссориться, это бесполезно. За свой труд они получают всего 16 тысяч рублей в месяц. Почти половину этой суммы у них уходит на такси, поскольку в столь ранний час общественный транспорт еще не ходит. Льет дождь или палит солнце, они все равно должны делать свое дело. Делится мастер Марина Гаджиева. Несмотря на любую погоду, без выходных, каждый день встаем, хотя бы, минимум, сказать, 5 часов мы должны быть на работе. Как вам сказать, работа очень благородная, но неблагодарная. Профессия дворника в обществе считается не самой престижной, и такой стереотип у людей сложно разрушить, отмечают специалисты. Однако, они, как и все мы, хотят чувствовать себя значимыми и получать благодарность за свой труд. Человек, когда выходит на работу, тем более, как обслуживающий персонал, они же не выходят от нечего делать. Человек в какой-то безысходной ситуации, в трудном положении, и в первую очередь здесь проявить человечность, проявить терпение. Ну и тот, кто не умеет проявлять терпение к обслуживающему персоналу, это очень много о человеке говорит. Каждый труд заслуживает уважения. Но работа дворника – это не просто способ заработка. Это благородное дело, требующего нашего с вами признания. Ведь они заботятся не только о своих семьях, но и делают наш город чище. Тамара Самедова, Юнус Гитихмаев, Новости, Нантем, Махачкала. На втором рынке Махачкалы работает продавец фруктов, который ежедневно сталкивается с жестокой реальностью. У мужчины шестеро детей, и чтобы прокормить семью и платить за квартиру, он иногда вынужден повышать цены на свои товары. В фрукте, овощи, все подорожало. Не можем сами. Я покупаю лично вот это. 100 рублей. Накиду приходится 150 рублей, чтобы хотя бы за аренду отдаст за это место. Высокие цены от поставщиков вынуждают его и других продавцов прибегать к таким способам, чтобы обеспечить свои семьи. Но с чем связан рост стоимости товаров, они не знают. Хлеб подорожало, масло подорожало, апельсины подорожало, бананы подорожало. Которые не работают, люди есть. Вот им трудно, очень трудно. Вообще работы нету, детям ели-еле. Один апельсин берет, один хлеб берет. Любой ваше не может, а не кушает. Вот такое состояние есть, люди. Например, моя дочка есть вот такая. Не работают три дети, два комнаты, секция живет. Четыре-пять человек. Что бывает? За последний год в Дагестане наблюдается повышение цен на товары питания. Начиная с января спрос на мясную продукцию вырос. Что увеличивает ее стоимость. По итогам июля минимальный набор необходимых продуктов в республике подорожал на полтора процента. И составил 6374 рубля в месяц. Это значительно превышает возможности многих семей. На рынке мы как везде, всюду. Конечно, без проблем. Нет, жизнь сама везде одинаковая. Все, конечно, подорожало. Это ощутимо. Минсельхоз и Минпромторг республики отказались комментировать эту ситуацию. Зухра Амарова, Мухтар Курахмаев, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Уважаемый Сергей Алимович, уважаемый шех Ахмад Афанди. Внешний вид учащихся стал одной из тем обсуждения на встрече муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Во встрече также приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов и архиепископ Махачкалинский и Грозницкий Варлаам. Духовный лидер республики обратился к патриарху Кириллу с просьбой поддержать мусульман России в этом волнующем общественном вопросе. Единая школьная форма, которая предполагает отношение к осынке, может стать решением проблем социального буллинга, а также послужит сохранению традиционных ценностей всех верующих. Также это не противоречит мировоззрению людей, воздерживающихся от проявления религиозных чувств, отметил шейх Ахмада Афанди. Настоятель Русской Православной Церкви согласился с данным предложением. Также в знак признания заслуг муфтия Дагестана патриарх Кирилл вручил ему орден славы и чести. И у большинства мусульман Дагестана вы пользуетесь заслуженным авторитетом. Это нам хорошо известно. Более того, вы готовы помогать представителям других религий в республике. За что выражаю вам сердечную благодарность. И в дни теракта, как нам известно, представители муфтията готовы были помочь пострадавшим всем необходимым, чем только могли. Еще раз желаю вам, дорогой муфтий, помощи Всевышней в ваших нелегких трудах, направленных на утверждение мира в Дагестане. В первую очередь, я вам очень благодарен, признателен за то, что наш такой скромный, маленький труд вы так высоко оценили, пригласили сюда, так наградили. Мы это воспринимаем, как будто бы вы оценили труд всего Дагестана, всех мусульман. Подожди, подожди, отойди, отойди. Тот случай, когда погоня за хайпом перешла все рамки. Для чего в рекламном ролике магазина «Шуб» стало необходимым поджигание религиозной газеты «Ассалам» остается загадкой. Но факт, что эта выходка ожидаемо вызвала волну недовольства среди граждан республики, подобное можно расценить только как оскорбление чувств верующих. И совсем не важно, сделано это намеренно или по невнимательности, за такое в нашей стране грозит уголовная ответственность. Статья 148 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств граждан. Публичность выражаться может, например, в том, когда действия совершаются в открытой местности, или информация об этих действиях выкладывается в интернете на ресурсах, к которым имеется доступ неограниченного количества граждан. Дагестанцы считают, что подобные действия – это кощунство и надругательство над священными текстами. Рекламный ролик не просто насмешка в адрес редакции газеты, это неуважение к религии. Я считаю, это акт провокации, потому что человек, который проживает в нашей республике, он должен понимать, какие последствия последуют за этим. Газеты, флаги, вот эти, ураны сжигать – это, конечно, варварство, некрасиво, нехорошо. Ну, это издевается сюда на религии, там священные письма, аяты, Кораны и другое. Не знаю, очень плохо это. Ну, это плохо. Очень плохо. Ну, слов не то сказать, честно говоря. То есть, что это сделано, было намеренно, вот это действительно можно осудить. Люди, которые это делают для рекламы, намеренно, с каким-то умыслом и как-то весело смеясь, вот это, мне кажется, надо осудить. Недовольство вызвано не на ровном месте. Проявление неуважения к религиозным текстам является тяжким грехом. А, как известно, в каждом выпуске газеты «Ассалам» цитируются аяты Корана и хадисы пророка. Издеваясь над религией, используя религию для хайпа, человек может из религии выйти. Потому что он же намеренно издевается над религией Аллаха. Он издевается над совершенными аятами Корана и над хадисами. И этот человек же точно знал, что в этой газете находятся аяты и хадисы. Намеренно, если человек издевается над религией Аллаха, есть опасность, есть риск, что человек может выйти из религии. Газета «Ассалам» 30 лет радует своих читателей полезной информацией. Она выпускается на разных языках. В каждом номере авторы затрагивают актуальные темы – вопросы веры, семейного быта, истории и многое другое. Она является духовно-производительной газетой. И очень много интересных рубрик, таких как «Семейная», «Детская», «Линия доверия», куда люди отправляют свои вопросы. И получают ответ ученого-богослового и также психолога. У нас есть очень много по всей стране авторов и фрилансеров, которые стараются находить, подбирать очень такие актуальные темы, слободневные темы и раскрывать их в нашей газете. И они в эту газету указывают помимо того времени, своего опыта, своих знаний, конечно, и свою душу тоже. Ас-Салам – это источник знаний и духовно-нравственного воспитания. Газета распространяется не только в Дагестане, но и в других регионах России, а также в странах СНГ. Люди ценят ее за актуальные статьи, полезные советы и глубокие размышления о жизни. «Самая главная мотивация, наверное, для нас, как для распространителя этой газеты, это вот в первую очередь приносить пользу для общества. Именно для общества, чтобы быть полезными через информацию, через то, что эта газета людям, основном она помогает, основном она решает их проблемы семейные, личные. Вот это основная цель – быть полезным для общества». Ас-Салам неспроста считается доброй газетой. Она полностью состоит из позитивной информации. Издание рассчитано на то, чтобы стать для каждого читателя помощником по многим важным вопросам. Для огромного количества граждан нашей необъятной Родины Ас-Салам уже является путеводителем по жизни. Накал страстей и воля к победе. В Махачкале прошел Кубок Муфтията по волейболу. За почетный трофей в стенах спорткомплекса при стадионе «Труд» боролись 12 команд. Коллективы прибыли из разных уголков республики. Среди участников – имамы, преподаватели и сотрудники отделов просвещения. «Сыграли очень хорошо, но проиграли. Все равно были такие прекрасные эмоции. Чистая братская игра состоялась. Больше ничего не добавить. Еще раз благодарен всем, кто организовал этот турнир. Пусть Аллах будет доволен. Я бы смотрел, тоже хорошая игра получилась». Турнир призван укрепить дружеские отношения между выходцами из разных муниципалитетов. Играм в Махачкале предшествовал отбор на местах. В столице каждый территориальный округ представляли по три лучшие команды. Участников разбили на четыре группы. Самые успешные пробились в стадию плей-офф. Говорится, большая часть подвижников, они были физически потянуты, крепкие, стойкие. Это приветствует ислам. А что касается волейбола, есть вопрос, почему имамы именно волейбол играют. Волейбол – это командная игра. Здесь травм нет, командная игра больше сплачивает. Посыл в первую очередь здоровый образ жизни и потом для молодежи подать пример. Если имам ведет здоровый образ жизни, на него будут равняться молодежи. Чтобы проявить свои лучшие качества, у команд есть одна партия – до 30 очков. Оттого борьба на площадке более чем захватывающая. Во время решающих встреч игроков поддерживали именитые спортсмены и религиозные деятели. Я хочу в первую очередь поблагодарить наших имамов, которые пришли сегодня проводить такое мероприятие, как чемпионат Дагестана среди работников духовенства. Это очень важно и отрадно. Почему? Потому что люди и молодежь, и вообще люди видят, что духовенство тоже занимается спортом, здоровым образом жизни. Это очень важно. Это большой пример для нас, лично для меня большой пример. Поэтому сегодня пришли, поддержали наших работников духовенства. Министерство спорта всегда поддерживает такие мероприятия. В этот день команда из Унцукульского района была неудержима. В финале за почетный трофей волейболисты в зеленой форме были точнее дружины из Табасаранского района. Мы готовились к этому турниру в течение недели и выиграли этот турнир, ахамду лиллах. Пусть Всевышнего, Аллах, будет всеми доволен. По воле Всевышнего, нам тоже посчастливо принять участие в таком богоугодном деле, в братском споре, играли в волейбол, готовились долго. Последний месяц особенно активно мы готовились к этому событию. И вот посчастливилось сыграть и выиграть второе место тоже. Третьим призером турнира стала команда из Хунзахского района. Всех победителей ждали кубок, медали и другие ценные призы. Курбан Рагимов, Ислам Халиков, телеканал ННТ, Махачкала.